Во Владикавказе состоялся межрегиональный экспертный форум «Северный Кавказ-2030». Обсудили вопросы развития туристической сферы. Речь шла не только о традиционном туризме, но и об экологическом, сельскохозяйственном, промышленном и даже медицинском. В мероприятии, помимо профильных экспертов, участвовали представители органов власти, сферы образования и потенциальные инвесторы. Подробнее об итогах форума расскажет Георгий Запаров. «Кавказ — это и кузница, и житница, и здравница». Цитата из классики советского кинематографа актуальна и сегодня. «У региона, говорят эксперты, не ограниченный туристический потенциал, не имеющий аналогов природные и климатические условия. Благодаря этому туризм должен стать полноценной отраслью экономики». Несмотря на порой жесткие ограничения, только в этом году СКФО посетили почти 2 миллиона человек. «На самом высоком уровне начали говорить последние два года о туризме, президент и представитель правительства. Ну и, конечно, важно отметить, что создан национальный проект по туризму. Впервые создана отдельная государственная программа по развитию туризма. Сегодня выделяются и большие средства для прямых мер поддержки, а это, опять же, мощный стимул для инвесторов. Сегодня есть льготные кредиты для строительства средств размещения». Без привлечения инвесторов осуществить смелые планы невозможно. Сюда приезжают за эмоциями. Поэтому на повестке форума много говорили о создании современной инфраструктуры, развитии культурно-познавательного туризма и, самое главное, кадровом обеспечении. И здесь важно максимально использовать потенциал высших учебных заведений. «Абсолютно во всех субъектах Северного Кавказа, в высших учебных заведениях, в учреждениях СПО, как раз готовятся кадры для отрасли. Вот за прошлый год, в этом году выпуск составил 1077 человек. Мы провели, соответственно, анализ трудоустройства этих уже высококвалифицированных специалистов. И оказалось, что чуть менее 50% действительно трудоустраивается по профессии». А еще Министерство науки и высшего образования запустило пилотную программу развития студенческого туризма. В числе первых 10 вузов страны и наш Северо-Остинский государственный университет. По программе только в этом году республику посетили 50 студентов из других регионов. По словам ректора СОГУ Алана Огоева, вузы страны должны активно взаимодействовать с органами государственной власти. «Именно там есть формирование стратегии того, каких специалистов необходимо готовить и на каких уровнях. Это касается среднего профессионального образования, управленцев на высшем уровне и иметь полное представление с точки зрения макроэкономических показателей развития территории». Межрегиональные экспертные форумы под общим названием «Северный Кавказ-2030» охватили все субъекты. Темы выбирали с учетом приоритетов развития округа. Специалисты затронули широкий круг вопросов. Устойчивое развитие территории, агроиндустрия, туризм, развитие малого и среднего бизнеса, IT-индустрия и гражданское общество. Георгий Запаров, Александр Каджаев, Георгий Такоев. Специально для программы «В итоге». Продолжение следует...